Welcome, 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 дорогие друзья! А это с вами Виви. О, надо было на музыку, наверное, из клиента отставить. Представляем вашему вниманию нашествие новой ПВЕ-режим. Сражайтесь с монстрами, пополняйте арсенал, усиливайтесь и побеждайте! Выбор чемпиона. Мы сейчас на ПВЕ-сервере находимся. На ПВЕ-сервере райты открыли, наконец-то, режим вампиров-сурвиворов. И сразу могу сказать, гигантский минус у вампиров этих сервиворов, которые есть у Райт Геймс, это онлайн-игра. Это гигантский минус. Дело в том, что вообще все эти сервивор-игры вампиры, кстати, не являются родоначальниками. Вампиры почему-то самая распиаренная игра. Получилось так, но до нее тоже были игры. А сейчас этот жанр обладает, наверное, игр 300-400. Если вы начнете их обыскивать, вы наберете их примерно столько. Один я только на стриме уже штук 50 вам показал разных. Так вот, к чему я это веду? К тому, что они все оффлайн-игры. Все. Ты можешь играть их, не имея интернет. В этом их гигантский плюс. Ты можешь сидеть на работе, играть в них. Ты можешь сидеть в телефоне играть в них, который в телефон подключить. И тебе не нужен для этого интернет. Если только это не кооп-режим. Для кооп-режима, понятно, дело, нужен интернет. Я к чему это веду? К тому, что у райтов видите, сразу такая маленькая загвоздка. Ну ладно. Нам дают вначале только двух персонажей. Их всего 9. Что за персонажи? А почитать нельзя. То есть, во всех играх можно читать, здесь нельзя. То есть, я просто... Я даже навожу вышку, мне не пишет, кто это. Ну, я знаю, что это вроде как Серафина, да? Вот это вроде как Серафина. А это вроде как Джинкс, да? Хотя, хрен его знает, что это не Джинкс. Так, давайте найдем Джинкс. Если я не найду Джинкс на картинке, значит, это Джинкс. Это Джинкс. Ну, давайте я Серафину возьму. Это что такое? Улучшение... А, не улучшение. Это кого пригласить? Может, цели? Ага, здесь куча ошибок в текстах. Ну, это обычные челленджи, которые выполняешь, зарабатываешь очки. А улучшения я смогу купить только когда пройду это. И есть карты, ребят. Карты открываются чуть позже. Сейчас у нас есть только складской район. Ну, хорошо. Давайте Серафину взяли. Что, игра сразу нашлась? Не, надо ждать. Сейчас я музыку попытаюсь включить, чтобы послушать, какое они музыкальное оформление добавили на этот режим. Strawberry Seraphine. Так. Можно паузу как-то сделать? Ладно, сейчас так сделаем. Чуть-чуть погромче послушаем. Так, двигаться в ASD и мышкой просто прицеливаться. Не, погоди, а что, прицел не работает? А прицел не работает, ребят. Только в ASD. Пинка, конечно, мое почтение. Это вот как раз о том, что... Пипец она медленная или это... Она очень медленная, ребят. Или это у меня так лагает? Даже мне сложно сказать, в чем проблема. Это она у меня так лагает или она такая медленная? Так, походу, лучше экран так показать. Не, так я вебку... Закрываю ту штуку. Да, ну ладно. Тогда здесь останемся. Думаю, какую заглушку использовать. Так, что у нас есть в игре? У нас есть в игре заклинания Ешка и Эрка. Одна это объемный звук. Это, видимо, ее стандартная Ешка. И Эрка... Это ее ульта, видимо. Есть какие-то пассивки. Пассив на аугментацию. Ой, я что-то взял на автомате. Там время, оказывается, шло. Сразу могу сказать, что это минус большой, потому что в таких играх, когда идет время, в последнюю секунду тебе время показывается. На фонтане хил появился. А что, я туда пройти не могу? Ладно. Запущена программа фонтана лечения. Начнет существовать, как только круг замкнется. А, она не сразу. Ладно, я что-то взял, ребят. Бластер взял. Количество снарядов. Ускорение умения. Не то, не то у меня здесь нет. Давайте кп возьмем. Так, что дает ешка? Давайте посмотрим. А, ешка я просто даю себе щиток и могу ездить. А я вообще нажать не могу. Видимо, только на шестом уровне. Ну, пока все по стандарту, как в обычных этих вампайрах, только очень сильно лагает. Очень сильно лагает. Да, и щиток вообще ничего не дает, кроме щитка. Я не знаю, это она лагает, ребят, из-за пинга, или это просто здесь такое управление. Вот здесь какие-то чемоданчики. Не успел поднять. Вокруг вас кружатся наряды, которые наносят урон врагам. Давайте. О, неплохо. Стало чуть получше. Во всех вампайр подобных играх всегда надо брать как можно больше урона в начале, если только у тебя нет какой-то суперидеи. Так, а что там с хилками? Сказали, ее дадут. Когда круг замкнется. А-а-а! Я должен здесь остаться, я понял. Во! Во! Звуковая волна. Урон. А, это у меня уже есть штука. Второй уровень. Но это не моя яшка, это вот то, что вот вылетает у меня. О, ее стало больше. Ну, лагает, конечно, шадова. Ребят, пинг 180 на самом деле не такой плохой. То есть я по своему опыту могу сказать, со 180 можно играть, но здесь явно не 180. Судя по всему, ну, какой-то большой мобец появился с боку, я его видел. Ну, периодический урон в конусе. Нет, давайте второй уровень здесь возьмем. Будет больше праджектайлов, то есть больше кружочков будет. И будет дольше крутиться фигнюшечка у меня. И, судя по всему, здесь какие-то чемоданы валяются. Надо периодически их собирать. Вон, вот такой вот. О, у меня РК появились. Что делает? Ага. Судя по всему, это моя ульта, только вокруг по всем. Монетки какие-то, видимо, на перспективу. Ой-ой-ой-ой-ой. К нему подходить нельзя. А как мне его убивать тогда? У меня штука одна штука дамажит. Урон. Это общий урон, скорее всего, да? Повышается. Здесь что? Восстановление здоровья, скорее неумение, количество зарядов. Ну, там мне пока надо качать оружие само. Потому что здесь так же, как в ампайрах, твоя пассивка должна с твоей активкой иметь общие параметры. То есть у меня сейчас есть макс здоровья. Мне надо будет найти оружие, которое скелится от макс здоровья. обязательно. Иначе оно не может стать суперским. Так, ну этот чёрт будет за мной ходить теперь. Непонятно, как его убить. Ладно, давайте чемоданы собирать. На чемоданах только золото. Так, хилочки ещё валяются на поле. С хилочками, ну, опускай, это хорошая идея. Оно как бы есть... О! Пробел, кстати, тоже срабатывает эта штука. В других играх тоже были хилки на поле. Но здесь, видите, здесь вся карта мне известна. И тут всякие активности на карте появляются. Которые я могу выполнять. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А я его так и не убил, ребят. Входу, это конец. Это у меня тоже уже есть, да? Ну, я возьму звуковую волну. Это моё частое оружие же. Так, я могу же? Не могу. Я пытался через Е-шку проскочить, но слишком много урона зашло, мне сразу щит сбили. Ладно, сейчас ещё раз сыграем, не волнуйтесь. Заодно посмотрим, как это работает. Вот, нам дали какую-то штуку, пассивочку, восстановление здоровья. Новая какая-то хрень. у нас появилась, которая будет нам теперь выпадать. Ничего страшного, типа, в таких играх обычно так и бывает. Во! Это интересно. Как у нас здесь есть броня, урон. Если я одну возьму, то... Да, следующий уже стоит очень много. А, мультиплеер всего лишь 10% был. Следующий тоже будет 10%. Жесть. Давайте посмотрим на джинкс. Может, за джинкс у меня лучше получится играть. Музыка была отстой, если честно. Это было больше похоже на Ambient, который играет просто так. Сейчас я вам погромче ее сделаю. Не знаю, вы слышали ее? Дайте управление, Riot. Спасибо. Вот. Слушайте. И вы услышите насколько Ambient подобная мелодия. Так, это что такое? Ускорение умений. То есть от КДР эта штука скелится. Мне не нравится, что здесь нет автоуправления. Макс ХП, урон. Вы быстро стреляете снарядами ближайшего врага. Давай. Два оружия возьмем. Это от чего скелится? Тоже ускорение умений. О, они оба ускорения умений. Удобно. Одну пассивку можно использовать сразу для двух оружий. А, это у меня заиграла музыка. Я думаю, откуда это у меня с этого заиграла музыка. Случайно нажал, видимо. Так, вы наносите периодический урон в конусе, выпускает снаряд форму полумесяца. Давайте второй уровень лучше возьмем. Хотя в прошлый раз мне урона же не хватало, да? Может стоило как раз куча оружия сейчас взять сразу. Так, я хочу найти всякие хрени на карте, но тут походу не все уничтожается. Блин, было бы прикольно, если в скамейке можно было убивать. О, вот это я хотел найти. За счет них мы потом можем грейды делать. Ну, лагает вообще беда, ребят. Ура, это здесь лагами. На ПБ сервер. Во, вот это новое мне выпало. Давайте посмотрим, что это такое. Северкин двумеранг. Что нас окружили? Что-то большое выпало. Ну, давайте это тоже возьмем. Так, это от чего скелиться? От скорости передвижения? Это тоже ускорение умений. Вообще, что у меня все оружия скелятся от одного общего параметра. пока игра очень сильно проигрывает топовым играм этого жанра. Не знаю, что там будет дальше. Может, там есть поинтереснее персонажи. Так, мы сейчас прокачались неплохо. Давайте последнее возьмем оружие. Ага, это я зря взял. Это размер области увеличивает. Ладно, надо идти хилку взять, там он лежит. Вот сюда еще. Ага, я бы посмотреть решил, как моя эта штука работает. Просто ракеты. Ой, он уже появился. Ну-ка, если мы R дадим. Ага. Ну, хоть одно радует. Можно вот эти заклинания прицеливать. Все остальное автобаттлер идет. Мне вот это и не нравится, что тебе не дали управление. Ну, типа, все на автомате делается. О, что за карточка? А, это просто карточка без выбора один рандом. Зачем-то время идет в нем. Хотя, это карточка без выбора. Как-то я могу отказаться. Это как сундуки, когда ты бампирок подбираешь. Я вас понял. Надо, подберем пилки. Так, ну, джинкс выглядит намного сильнее. О, что-то выпало. Что это? Это моя вот эта штука, видимо, поджигание, да? Элегия львица. У меня есть такая штука? Есть такая штука. Количество... О, давайте вот это. Увеличим количество говна, которое будет на поле лежать. Надо подождать, чтобы побольше народу собралось и тогда выдать снова и арку. А, теперь две, видите, валяются. Геймплей абсолютно идентичный и это тот геймплей, который мне больше всего не нравится, от которого мы в игре Chrono Bullet уходим. Мы уходим в режим мобильности, в режим скилла такого немного. Конечно, не такого скилла, как в Elden Ring, но все же. Что за бред? Ладно, я всех убил одной ракетой. Тут выйти никуда нельзя было. Надо вот этих чертей убить, которые на меня идут. Не, вроде столько оружия подобрал, а урона нет. О, кстати, вот урон мне выпал. Или бластит. Нет, урон возьму. 10% урона нам пригодится. Сейчас на все оружия я дал считайте 10% дамеджа. Ой, я его не видел даже. Так, мне нужна хилка. Дайте вот в этой шлюке хилку. Спасибо. По заказу, по заказу. пассивки пассивки нужны мне. Благовато стало противников появляться. до этой как-то добраться. Это тоже монеты только. Ой, пробегать через них. Да, лучше стрелять, короче, в ту сторону, куда бежишь, потому что потом поднять можно плюшки. Типа вот так. Ой-ой-ой, какие-то черти начали летать. Кто-то начал в меня делать рывки. Ну, еще урона. О-оу. Балин. Ну, это я... Я, короче, Ешку нажал. Когда нажимаешь заклинание, ты стоишь на месте у нее, по крайней мере. И из-за этого мы не могли сдвинуться. И получило, что меня окружили двумя выстрелами. И я это окружил. Мне ни верх, ни вниз нельзя было пройти. Хорошая игра эта. Это рай ты так меня провоцирует, чтобы я говорил, что это хорошая игра. Но у меня куча всего получил. Ну, именно по геймплею мне пока не особо нравится. Ну, потому что, я опять же говорю, мне нравится, когда ты можешь управлять сам. Но вот эти штуки я разблокировал. могу их использовать. Кстати, скорость передвижения я бы добавил. Что-то она вообще какая-то нулевая в этом игре. Так, у меня есть еще бабки 30? А, go еще раз. Джинкс мне понравился. Станемся Джинкс. Игра будет в клиенте через 3 недели. Сейчас его тестируют. Мы, соответственно, тоже тестируем. На ПБЕ сервере. Игра чистый клон вампиров сурвайвлов. Именно что клон клона. Из-за того, что у тебя есть вот эти два навыка. Но эти два навыка по сути это просто одно оружие, которое ты наконец-то в отличие от вампиров можешь сам прожимать. Но все остальное очень очень не очень то есть я лично считаю, что вот лучшие такие игры я много раз говорил это холокер это по сути вампиры только лучше и у них тоже есть заклинание которое ты можешь прожимать так давайте полумесяц снова возьмем это лушка держи был да и например 20 минус 20 минус ты можешь не только прожимать заклинания но у тебя иногда еще прыжки есть у персонажа и самое главное ты управляешь здесь все выстрелы идут но я не могу управлять ими а не вот эти мышка моя как будто не хочет стрелять персонаж туда куда я навожу мышку только могу вот эти заклинания кидать туда куда надо о скорее неумение вот может мы дойдем ребят до усиленного оружия какого-то из них я вам просто покажу что значит комбинации комбинации в вампирах это означало что ты умереть не можешь то что эта игра сложнее чем вампиры это сразу заметно хотя возможно это на пбе-сервере так сделали райты ну я урон возьму мне дали только пассивки сейчас пассивку мне надо с кем-то объединять а я еще не знаю какое оружие скелется от урона ну они все скелется от урона просто комбинация должна быть у одного оружия прям только с уроном связано вообще не сложно выглядеть сложнее ну вампиры дико простая игра не знаю я когда первый раз играл я сразу с первого раза чуть ли не прошел ее и даже не собрав комбинацию я еще не мог понять зачем от чего люди кайфуют от того что тут так легко вот 20 минус мне показалось очень сложной так ладно надо какой-то из этих оружия а какой интересно максимальный левел пятый там был обычно 8 уровень вампира а здесь какой максимальный уровень это просто пятый о тут столько сундуков ребят оказывается валяется надо в угол ходить и ресы собирать смотрите пипец надо запомнить этот угол на вернемся на мид лайн там есть большая хилка я еще себе цель поставил монетки все собирать на карте ой я что-то совсем не прокачался он здесь выжил от этого удара да выжил я в прошлый раз был 8 уровень к этой минуте э я уж подумал о том моя ешка туда долбанулась так давай крутись а мне в лап за это же давали да я не вовремя выполнил этот квест или чего надо больше по всей карте походить изучить ее лучше потому что видите вот в этом углу оказывается куча плюшек валяется бабок нормально заработал урон броня интересно как броня здесь скелится но сейчас не будем ее брать блин надо наверное все же ее взять ребят потому что я так понимаю у меня оружие откроется если я возьму броню сейчас осознал зря я туда подошел продолжаем играть неправильно урон дали я к тому что здесь же видите дают бонусы за раскачку какого-то нового параметра вот это у меня было уже да что здесь все собрать пропустите пропустите меня только спросить прям во мне появились эти музыка мне очень не нравится если честно я бы даже знаете как сделал пока мы не можем выиграть ребят пока мы бомжи но обычно ты начинаешь выигрывать когда вот эти roguelike составляющие повысишь но вот мне интересно как броня будет работать давайте восстановление каждую секунду звучит как имба звучит как имба если честно так ребят я думаю так будет получше сейчас вы поймете в чем кайф играть в игры вампир сурвайвл кайф заключается в том что ты сидишь чилишь слабых мобов убиваешь и слушаешь прикольную обычно 8-битную музыку а райты это не поняли они поставили нам какой-то ambient который вообще не заводит даже я так понимаю вначале только вот эти мелкие появляются на них особо я раскачаться не могу то есть я должен вначале получается за всеми сундуками пробежать чтобы все золото собрать взял зачем-то спать побольше народу персонаж как-то не так стреляет как я хочу сунду сунду на пассивке. О, хорошо. Так, все, что новое, берем. Все старое. Регеночка. Давайте от которого третьего подкачаем дальше. О. Новое. Но это не новое. Мы ее уже видели. Мне она, кстати, не понравилась какая-то хрень. Она поле оставляет просто пятна, по которым противник идет и поджигается. Пойдем к хилке вначале, потому что сейчас босс уже появится, первый. Это мелодия для крона-буллита? Не, это холокюр. Кто узнал? Это первая мелодия холокюра. Но в вампирах похожие мелодии. У них есть один хороший трек. О, новое. Гатлинган взяли. Оно, он постоянно стреляет. А что Гатлинган скелится от продолжительности? Мне бы в него как-то стреляетесь. Блин, Ешку очень опасно нажимает. Ты ее нажимаешь, то всегда стоишь в этот момент. Джинкс, ракету взяли, мяу-мяу, которая здесь называется. Она у меня уже четвертый уровень. Так, ускорение умений, все три оружия скелет заднего, берем. Первую пассивку взяли. Теперь мне надо, чтобы эта пассивка чаще выдавалась. Так, давайте отсюда ракету вздолбану, чтобы левел взять. О, ускорение умений, левел два. Но мне еще скорость продвижения дали. Нет, давай. Это приоритет. Он сейчас опять будет, эта тема, где мне надо давать и Ешку, но я стою на месте в этот момент. Опять эти черти появились. Красный черт. О-оу. О-оу. Надо было ульту сохранить на этом. Нет. Ребят, мы не созданы для этой игры. Тихо, тихо. Надо, чтобы музыка играла во время моего прохождения. Но зато весело. С такой музыкой весело. А то, что у райтов играла, скорее депрессию вызывало. Так, ребят, нам нужно, ну, последний параметр, который я могу усилить, это вот этот. Я так понимаю, если я беру вот то, что мне здесь выпадет. Достигайте цели, чтобы разблокировать. Тут мне написано, что конкретно надо сделать. Ладно, берем последний баф, который тут есть. Теперь я вроде как должен точно пройти. Точно должен пройти, ребят. Давайте поменять. О, погоди, у меня персонаж новый появился. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Новый персонаж, чётик. Это кто? А, это Леона, боже мой. Удар щиток. Да, выглядело как что-то непонятно. О, здесь броня есть. Так, а где моя броня? Как увидеть, сколько там я демидж редакшена сделал себе? Ну, давайте сразу это сделаем. Вообще, надо за монетками сходить, да? О, за монетками, а не сверху. Не, ну это худший пока персонаж. Ладно, вокруг нее должны вот эти крутиться. Если они будут крутиться, тогда, наверное, это норм тема. У меня зато сразу 100 урона. У Джинкс там было сколько, 50 урона? Вначале. Здесь соточка. О, жесть какая. Я за монетами пошел. Дайте левел, спасибо. Ой, могу хп увеличить. Давайте возьмем хп, ребят. О, а куда сундуки делись? Они еще и рандомятся, я вас понял. Причем так довольно жестко рандомятся сундуки. О, 75 я взял. О, стало больше. Потому что я жил. Ну, меня не убивает. Я вижу, броня работает. Мне бы регенерацию где-то взять. Скорее, у меня. Ты чего, скилишься от брони, да? Ладно, давайте еще одно оружие возьмем. Это просто пистолеты будут стрелять рядом со мной. О, броня. Блин, я не могу отсюда выйти. Здесь слишком много хорошего выпадает. Мы сейчас уже начнем здесь умирать. Надо бы, наверное, двигаться все же. Вон, хилочки здесь валяться будут сейчас, да? Дайте хилочку. Спасибо. А хилочки не в процентном отношении восстанавливают здоровье, да? Это что-то как-то совсем не восстановило здоровье. Ладно, у меня есть Ешка. Что она делает? Не знаю, что делает. Я буду сейчас почитать описание. Броня. И получаю щит. А это что делает? Стан, накидывает. Кикольно. О-оу. А, вот как щит работает. Когда урон нанесут. Так он не работает. Но вот когда урон наносит, работает. А до этого мне надо ждать тебе. Через 3 секунды только. Не странно, здесь написано, что я сразу получаю. Но я его сразу же не видел. Так, я хп-шку еще не брал же, да? Пойдем, возьмем. Ну-ка. Так, теперь мне ульту надо пока бить. Потому что здесь максимальное однообразие. Я имею ввиду, что противники идентично спаунятся. Продолжительность. Такого у нас нет. А он хп возьмем. Ну да, я должен вбегать с этой штукой. Но это как-то нелогично. Я, короче, с ней вбегаю, теряю хп. Но чуть меньше, потому что у меня армор завышенный. А потом происходит щит взрыв. Вот он, этот щит взрыв, видите? Я его даже не убил. О, какой no damage чемпион. А меня убивают. О, открылось. Нам открыли проход, бежим. Пьешка, это чеснок на 2 секунды. Ну, типа того. О, что-то новое. Сияющее поле. Давай. Вот чеснок. Нам дали что-то новое, пацаны. Так, ну все, мы чеснок нашли в урфу. Она от хп? От хп до скелет. Это уже постоянный чеснок. Ну, не имеет значения. Так, у меня такая штука есть. Не, давайте я броню дальше возьму. Ой, там ноктюрный пришел. А, так вот какие-то такие были. Это ноктюрные были. Я их там просто ни разу не увидел. Область поражения выше можно сделать. Блин, с хп, конечно, гигантские проблемы. А? Кто меня убил? Походу, он актерн, а оешит тоже чем-то еще. Я тебе подумал, я его застанил, но нет, ребят. Я его не застанил. Ну, ладно, мы что-то еще получили. Короче, я понял, как открывать все эти хрени. Надо просто брать рандом всякий, который я еще ни разу не видел. И у меня автоматически сюда это все открывается. То есть там, видимо, есть шанс, что что-то выпадет. Но проблема в том, что этот раунд я ничего не заработал, ребят. И, кстати, вот эти параметры вообще ни разу еще не видел. Ни криты, ни количество снарядов, ни область действия. Вообще ни разу не выпало. То есть я даже не могу грейд сделать сюда. Вот он. Ну, мне Леона, если честно, не понравилась. Мне Джейкс больше понравилась. У Джейкс как-то все логично. То есть у него две ракеты. Одна бум, вторая бум-бум-бум. Та, которая бум, ты останавливаешься где-то на 0,5 секунды. Та, которая бум-бум-бум, ты на 2 секунды останавливаешься. Это как-то все понятно. Так, я вот в этот угол не ходил. Го, в этот угол, смотрим. Ну, и, наверное... О, я могу чеснок сразу взять Джейкс. Только зачем он Джейкс, непонятно. Больше всего за Джейкс мы отыграли, когда у нас было... Вот, кстати, не из всех опыт выпадает, что любопытно. Так, ну, здесь, судя по всему, ничего нет интересного. Ну, типа обычные монетки и все. О, нет, тут какой-то супер сундук. Или что это? Не, он, походу, не открывается, ребят. Я не хочу эту хрень брать. Мне кажется, ей лучше тупо дэмэдж брать, Джейкс. Эти не открываются. Блин, вот это они зря сделали. Тут некоторые вещи, они выглядят так, как будто они открываются, но они не открываются. И возникает вопрос. Зачем вы их так нарисовали? О, это я... Я понял, что я собрал. Это магнит. Магнитус. Я пока только с двумя оружиями играю. Вот это мне понравилось. Вот это оружие мне показалось еще самым крутым. И оно от регенерации здоровья играется. Сейчас вот уже появится. Чтобы по таймеру было нормально, мне надо будет в босса сразу кинуть ракету. Пойдем, хилку брать. На центре. Здравствуйте, босс. Здравствуйте, босс. У меня надо его сагрить и потом отойти. Блин, я не пробегу походу. Че, мне это впаривало? Не хочу это брать. Давайте армор возьмем. Раз у меня регенерация здоровья появилась, выгодно теперь армор брать. Как АХП. Да, я вторую ракету разве пускал всегда в босса? В этой карточке не выпадает рандом, выпадает то, что у тебя уже есть. Вот что я понял. Я хочу оба взять. Ну ладно, возьму это. Потому что она из КДРа скелется. Сейчас опять дует. Надо на открытое было пространство выйти, наверное. Где Супер Волк? А, вон Супер Волк. Какие-то Волны, я чуть не помню, что Волны кто-то кидал. Какие-то другие враги в этот раз появились. Или просто Волны до этого они не кидали. Надо это как-то поднять, но до этого, чтобы поднять, надо добраться. Скорее, у меня умение имба, ребят. У меня очень часто откатывается Ешка, я могу просто спамить ей. А она в 50 раз больше урона наносит, чем все остальное. Я, походу, зря сейчас через них решил пробежать. Я хотел хпшечки вот этим вот насобирать, которые здесь выпали мне. По опытшке, точнее. Волны, у меня каждые 5 секунд Ешка откатывается теперь. Сейчас Ноктюрный опять появится. Няууу, а мы не готовы. Кто меня ударяет, боже мой? Тик Синжа у меня ударяет, я понял. О, может здесь хпшечка? Отлично. Нееет! О, они не попали, что-то? Блин, я в тупик иду. Надо как-то поменять проходку. Последний остался, давайте. Последнее оружие доберем. Ой, говна в меня уже летит. Нет, 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 нет. О, мне не хватало урона под конец. этом режиме проще загорой на играть сделали кстати может у меня новая карта открылась новая карта видимо открывается когда ты побеждает арми 500 очков заработали я могу увеличить много чего могу увеличить урон 10 процентов еще урона чертов гринд начался ребят на парем я серафину не опробую давайте еще раз за джинкс мы дальше всех зашли может серафина имба на самом деле просто я лошадский который не умеет так не надо эти собрать больше монеток собрать ребят сертина как параша если честно типа вот этот щит который она себе дает это просто чтобы убежать от соперника брайер есть не доходили еще я возьму это может быть как раз ее тема скорость передвижения какая-то взрывная бочка оказалась как там время уже поджимаем как там время уже поджимаем надо бы пойти пойти и босса взять так давайте еще это возьмем хотя это плохо наверно сочетается потому что у меня первая штука если убивает а вторая уже не нужна просто это хорошо мне кажется должно сочетаться с моей ешкой я типа нажимаю щит въезжаю в оппонентов и дамажу их сколько мы набрали сто пятнадцать монет всего у меня стрим идет подождем если кто то еще напишет посмотрим Так, я босса впервые увожу, просто вниз куда-то, обычно я на центр бегу, да, она может выстоять. Бля, как мне босса ей убивать, мне же надо вплотную подходить на него. То есть только под Ешкой, да, да, она урона вообще по нему не наносит, успею, интересно, нажать Е, я не успел. У меня уже волки появились, а я все еще и босса не убил. Блин, она намного мобильнее Леоне и ощущается гораздо лучше Леоне. Потому что ее щит сразу дает ей щит и ускорение, а Леона получала какую-то непонятную хрень за это. Так, Кост еще жив, ребят, я уже здесь. То, что мы сыграли хуже, это не означает, что она хуже. Она лучше, чем Леона. просто сыграли мы хуже. Так, давайте поменяем холокер на какой-то другой. у нас есть еще другие игры. О, смотрите, видимо мне надо было с кем-то что-то поделать и я должен был тогда получить. То есть Серафину поиграешь, вот тебе дают еще одного персонажа. Ищу кое-что. Вроде нашел. Разве это был первый трек? По-моему, это не был первый трек. Ладно, оставим этот. По-моему, это был не первый. Так, кто это такой? Это Илауой, ребят! Яна ставит Тентакли. Так вот для кого Для кого Те виды оружия сделаны были Я теперь понял Так а чё ты скелешься от продолжительности Короче чеснок для неё сделан Вот я теперь всё понял ребят А давайте сразу эту возьмём Интересно она откатывается постоянно Жена, я не понимаю Она не одноразовая То есть её можно вначале взять И она потом всё равно появится Чё моя Ешка делает Смахивает своим идолом Призывая щупальцу Удар щупальцей Скорость продвижения урона Да, ну мне вообще нельзя никуда ходить ребят Я должен Вот так вот здесь сидеть Ну-ка Ну да, это обычная Ешка и лавой Ну вот мне дали Оружие, которое типа Для неё О, фига быстро откатывается моя Ешка И вот это далее Вот в этом соли ребят Там есть ачивка Три раза восстановить здоровье А, ну отлично На щит будем Выполним её Да, ну это конечно грустно Что персонаж не даёт возможность Никуда ходить И обязан здесь находиться постоянно Я так понимаю Р это та же Р Только будет на весь экран Да? Горловой, кстати, изначально даже здоровья больше Да, ну я денег вообще не заработал Посмотрите, 60 золота Да и по левелу мне кажется Какой-то андер-левел Ого Я его могу подкидывать? Ой Вот бы не попасть А, ну-ка То же самое Даже выглядит хуже Чем в оригинале Ладно, я понял Типа просто потом Куча щупалец бьёт А мы должны стоять дальше Внутри О, хилку можно взять Давай Сколько откат получается? Две с половиной минуты где-то, да? Надо на открытое пространство Теперь выйти Потому что Следующие Эти будут Твари Которые Меня окружат У меня ульты-то нет Пуста Очень долгий откат ульты у неё А, ну возьму Клингона Снова этого Пытаюсь вспомнить Вампир их был Самон какой-нибудь Самонер В Холокюре точно был Персонаж, который Призывал вот это всё Точно помню Что такое был Но она мне не понравилась Это я тоже помню Так, надо побольше народу Собрать Чё, недостаточно народу собрал Получается Две минуты прошло Ещё 30 секунд И я смогу третий раз полечиться Но урон у меня резко упал Обратите внимание Новые вейвы Когда пошли Всё Вообще не наносит Сбердамэдж У меня вот этих Клещиков Мы убиваем Продолжение следует... Так, вот они, мои главные враги. Слушай, от бронишек у меня скелилась? Нет, просто взял броню. Мне надо как-то на ксюрнов этих купить. Не, ну это вообще дисбаланс, пацаны. Так, какой-то альбатрос за мной прилетел. Кто это такой? У меня просто дамажит, а я ничего ему сделать не могу. Всё, мы его убили. Так, я походу эту штуку грейданул, да, только что? Да, чеснок. Получается, не нужен, если у тебя есть вот эта вещь. Чеснок блок сочетается с шуриканами этими. Так, я догадываюсь, это бомбочки, да? Наверное, ваншотают. У нас у них область действия есть. Это специально, чтобы вот такие, как я, не борзели. А, ну они, кстати, вообще не ваншотают. Блин, даже чеснок не хочется качать теперь. Это что, бессмысленно это? Кто-то у меня ещё стреляет теперь издалека. Опять, типа, с бомбочками вместе. Так, какой-то босс придёт здесь или чего? Нет босса, что ли? Я держу ульту на босса. Здесь просто какие-то черты бегут на меня. Вообще нет противников. За счёт того, что я эволюцию сделал, тут слишком много урона у меня теперь, видите? Сейчас бы магнит поднять, а потому что очень много уровня не поднял, он у меня валяется везде. Это другой бумеранг, да? Да, лучше урон возьму. Во-во-во-во, видите, кто-то кидается в меня говном сверху. Не дают стоять теперь на месте. Да, причём даже на полсекунды остановишься, сразу вот это происходит. А, вот кто это делает. Когмавы это делают, оказывается, да? Уронька. И урон. Ну да, чесночок ещё забафали. Одолетье мародёра. Кто такой мародёр? Это чё такое? Была бомбочка просто. Это мародёр? Нет, какой-то помощь. А-а-а! А чё он нас не бьёт? А, походу, он нас и не должен бить, да? Походу, это просто гоблин, типа. Да, это гоблин. Блин, гоблина надо добавить, будет фронобуллет. Я щас задумался. Ну, это можно сделать обычным скелетом или кем-то. Просто с золотой обводкой. Блин. Да кто у нас опять стреляет? Вот кто эти выстрелы делает? О! Опять Ксинжао пришёл. А, это он и стреляет, кстати. У меня вылупить-то можно. Вроде пишет, что я наношу по нему урон просто. Это как-то... Ура! Ещё какие-то глаза появились. Здесь уже ура эта фантазия пошла вовсю работать. Блин, слишком много начал здоровья терять. Вновь не убиваем меня, ребята. Аня. Здорово! Это опять ты! Такая, значит, у нас фантазия у Райта. Одного этого же моба два раза приводить. Кинься! А, вас трое теперь, я понял. А, ну давайте 49 секунд побегаем, ребят, что ли. Оно того стоило. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Или я мертв. Или я мертв. Почему мы негативно урон по ним наносим? Один ваще целёхеньким остался. Я так понимаю, мне надо на максимум и теперь этот добрать, да? Регенерация. Надо этим подобрать. Броня. Регенерация. Надо на мид бежать. Там фулл хп. А это не фулл хп даже оказывается. Нет. Нет. Мне что, тут такие толпища бегут? Я вообще не понимаю, как здесь даджим сыграть дальше. Еще какой-то черт появился. Ну, типа, тебе тупо урона по ним уже не хватает. Да, ну все, они меня сожрали. Банально не хватает урона. Эта игра в клиенте будет, в клиенте. Но мы открыли что-то. И открыли кинжал какой-то еще. И, видимо, мы КДР открыли. И не знаю, что-то еще открыли. И еще что-то открыли. Ну да, мы получили максимальный запас здоровья плюс. А, и все. А, видимо, это теперь мне будут пассивки выпадать на КДР. Ну, надо урон, наверное, набрать. Потому что тут конкретно сейчас мне не хватило урона. Так что я потрачу деньги на урон. Максимальный запас здоровья на 10%. Давайте. Так, а дали нового перца? Не дали. Ну и лавой была дикой ему. Давайте леону еще раз распробуем. Новую карту так мне не дают. А почему здесь нарисовано так, как будто я могу вот куда-то здесь еще идти? Видите? Вот здесь вот как будто есть проход, я могу куда-то пойти. Что это вообще? Так, какую дальше музыку поставить? Холокер мы уже послушали. Блин, с Riot Games ресурсами, учитывая, что им ничего рисовать не надо было, ведь игра уже была нарисована. Я крайне удивлен, что они настолько слабо все сделали. Они могли для каждого персонажа отдельную тему сделать, музыкальную. Ничего интересного не нашел я. Там нарисовано, что как будто здесь какой-то проход есть. Сейчас я музыку из 20 минут поставил. 20 минут до рассвета. Так. Мы это берем. Попытаемся чеснок сейчас прокачать, если выдадут. О, здесь есть такие точки. В них на самом деле неплохо прятаться. Во! Да, мне дали КДР, видите, есть. Точнее, не КДР, это... Дюрейшн. Показатель. Это интересная тема. Я, может быть, у них украду эту идею. По поводу того, что тебе с самого начала не дают все показатели. Не дают все показатели, а ты их открываешь только если ты определенным оружием постражаешься. В следующий раз у тебя будут все параметры. Ну, надо над этим подумать. Потому что, если честно, и согласен с ними, что надо так делать. Как думаешь, Fire Dragon сделать нам так же? Просто у нас сейчас карточки с пассивками, которые параметры персонажа, они все сразу могут выпустить. Они выпадают только с приоритетом для определенного персонажа. Ну, это приоритет, чтобы не было такого, что человек неправильный билд собирает. Это просто как совет. А у них они открываются просто позже. Тоже сразу не все показатели вампиров. Ну, я думаю, сначала надо сделать как есть, а потом мы просто можем поставить это отдельным менюшкой и все, как отдельная ачивка. То есть, этим не будет проблем. Забыл нажать. Чего быстро убить? Пойти полечиться. Не, братата все параметры сразу дают. Но у них есть, да, у них есть привязка к персонажам. Какой персонаж, какой параметр будет получать. А здесь, видишь, вообще, я изначально не мог выиграть, потому что мне даже скорость передвижения не давали в начале. Ну, если так задуматься. От критического скеллица. То есть, например, вот это мне нет смысла брать. Я еще даже криты не видел никогда в жизни. Ну, типа, а какой смысл мне брать криты, когда я ни разу в жизни их еще не видел? А это значит, что они у меня даже еще не открытые. И нам, наверное, так тоже можно сделать, учитывая, что у нас магичка в начале есть. Типа, за игру с магичкой тебе открывается параметр там дэмэджа. Что-нибудь такое. А пока первый раз за нее играешь, тебе этого параметра никто не дают. Меньше стать, сказать, что-нибудь такое. От максимального запаса здоровья скеллица. Что делать, непонятно. Походу, это конечное, да? Я просто вообще не готов. Все? Довольно легко этих собак убиваю. Так, от брони у меня что-то было, да? Да. Я не понимаю, у Riot есть такие возможности, я опять же возвращаюсь к этому. А, например, даже то же самое подкидывание сделать на персонажа, они его не сделали. Получается какой-то бред. То есть, у меня сейчас волна вроде прокатила, но даже не подкинула. Тут только все урон наносит. Вы знаете мое отношение, когда я играю и не понимаю, что наносится по мне урон или нет. Я это очень не люблю. Я хочу понимать, что в меня нанесли урон. Ну, этих будет легко убивать, я это помню. Так. Я не смогу пройти, если не загрейжу одно оружие. А у меня пока два три два один. Эти мелкие, которые в большом количестве нападают, они на самом деле нам хорошие бонусы дают. Тоже критические. Эти оба оружия от критического скеллица. Тут прошло предположение, что надо его прокачать. Оружие критическое до какого-то левела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пятый уровень. Скоро сыр будет у нас, ой, сыр, чеснок будет у нас правильного уровня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, например, эти черти нападают к синжау, эти мелкие. Но я даже не понимаю, когда они нападают. Они просто подходят и без анимации наносят у тебя урон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОБЛКЕЛ! Не хватает, кстати, вот таких озвучек. Я понимаю, что их не было в Холокюре, но... Там, или в вампайрах, но не забывайте, какой бюджет у тех игр. И какой здесь бюджет. Здесь можно было анимации сделать на ульты. Вот, когда я нажимаю шуту, появляются на экране картиночки какие-нибудь красивые. Как в одной из игр. Помните, вы какую-то игру играли? Там... Ясо выскакивал такой. Ясо. Ясо! Хе-хе-хе. Мне это понравилось, на самом деле. Но я понимаю, что с моим бюджетом мы не сможем это тоже воплотить в жизнь. Пока что. А у Шурайтов-то какая разница. А они прям совсем всё по классике сделали. Но у них игра сложнее. Эээээээ... Там продолжительность скелила что-то. А, подожди, я его прокачал? Не, во. От максимального запаса здоровья. Выносите врагам поблизости, урон, размер области проживания, максимальный запас здоровья. Да, мне надо максимальный запас здоровья и так далее. Или это уже он прокачан, я не могу понять. Вампиров делал один человек за пять дней, за сетов Кастельвания. Ну, я про это и говорю, что типа, а ура это, такие возможности, даже не о финансовых, а о том, что ничего рисовать не надо. У вас все уже имеется. Да, Леона, короче, с сыром плохо играется, потому что я не могу своей Ешкой пользоваться, в отличие от Сиротины. А вот Серафина может заезжать со своей Ешкой. А вот я нажимаю Ешку, я даже урон не ношу теперь по сопернику. Потому что я по ним наношу урон по-другому. Типа, вот я щит получил, а толку от этого щита. Если я им пользоваться не могу. Типа, вот я щит получил от Тулку от этого щита. О, я пробил проход, я хотел как раз проход сделать. Хотел до хилки добраться. В общем, надо вроде как радоваться. Говорить, смотрите, какая классная игрушка, но я не могу радоваться. И это, наверное, связано с тем, что я сыграл уже, ну, как я сказал, в десятки таких игр. То есть штук пятьдесят я точно уже посмотрел. От худших к лучшему. У нас тут на стриме их десятки и были. И так, где они? Вот они. Не мыть. Так, одного убили. Ой, это тоже я прокачал. А, чё, пройти не могу. Блин, здесь проектилы? О, не проектилы, а обжекты, которые на карте стоят. Ты через них ходить не можешь. Но при этом ты не можешь понять даже, что ты иногда через что-то можешь ходить, а через что не можешь. Тут тоже как-то странно. Я бы разрушаемости добавил на карту. Не, ну то, что это лучше, чем новелла, да. Но новелла у них последняя была тоже хорошая. Именно последняя новелла. Перед этим новеллы, которые они делали, были пораженные. Эта конкретно новелла была хорошая. Последняя. С Авророй. Б, магнит взял. Сейчас у меня ещё максимальное хп будет, я так понимаю. Выше пятого. Здесь, короче, шестой уровень, это кратно шести всё. Шестой уровень, это, типа, максималочка, которая здесь может быть у всего. В отличие от вампиров. Ну, в вампировых баланс построен был на 25 минут, здесь баланс на 15 минут. Поэтому так и сделано. Я бы сейчас сказал, что она чуть хуже холокюра, но лучше, чем вампиры. Мы ещё другие карты не видели, если на других картах что-то интересное. Хотя сейчас мне впечатление поднимает музыка, которая играет на заднем фоне. А это музыка из других игр. Riot это с музыкой обосрались. Если SFX они использовали те же, что в Лиге Легенд, то музыку они что-то поленились написать новую для этого режима. А написать они не могли. Я говорю, для каждого персонажа могли написать даже. Скорость передвижения возьмём, наверное, да? У меня, вроде, скорость передвижения ничего не скеллится, но... Да, всё, началось, ребят. Их слишком много. Нам опять не хватает урона. Ну, Леона почему-то в танкове еловой. Потому что не знаю, с чем это связано. Так, чё там у нас? Продолжительность надо взять, да? Ну, либо его. Давайте его лучше, прокачая оружие. Монетки. Бет щит брокнуть. Он брокает, значит, позже. Но танковость намного выше у Леона, я смотрю. Я могу тупо стоять противнику. Подкидывание было, да. Но на волну-то это не было. А у этих боссов, да. У них было подкидывание изначально. Ну, может там это всё будет дальше. Они просто в начале игры всё это не добавили. Слишком много какофонии, иначе будет. Поэтому райты решили, что лучше добавим это попозже. Ну, они оба в четвёртый переходят. У нас продолжительность есть. Там пулемёт надо брать. Потому что реально ещё чуть-чуть, и пулемёт может прокачаться. И у нас там будет два оружия таких. О! Прокачалась. А, она тоже от продолжительности, потому что скелится. Вот эти меня дамажат, чуваки. Чё, мне урона хватает? Мне именно сейчас уже танковости не хватает против них. А, у меня ульта такая слабая в конце. Жесть. Большой раз я вот здесь вот умер. Как раз, когда этот появился. Да, у них у всех, видите, вот этот... Появился вокруг... Огонь. Ну, не огонь, а молния. Ну, чтобы я не мог просто стоять и танковать их. Вот ты либо их издалека убиваешь, либо не убиваешь вообще. Пятый. Так, мы ещё одно прокачали оружие, ребят. Походу, это оно. Персонаж, который мне показался самым слабым, оказался самый имбой. Да не, на самом деле, просто мы уже прокачались сильно. Так, а бластер у меня не прокачается, потому что у меня... Не, он, подожди, он от ускорения умения. А почему я тут прокачался? А, он тоже от ускорения умения. А я крит ни один не взял, да? А-а-а. Да, тогда и бластер может прокачаться. У меня может быть вся эволюция, вся ветка эволюции. Ну, оружия больше пяти быть не может, насколько я понял. Так, ну, я так понимаю, сейчас босс появится, да? Хоть броню возьму. Появилась Рексай. А, и, видимо, нас куда-то утащили. В отношении... И мы отсюда выйти не можем, что делать. Так, ну, это выглядит как... Как понятная тема. А, и мне надо, видимо, её нору вот эту убивать. А она кидается ракетами всё это время своими. Понял вас? Вот. И, видимо, сейчас опять будет красная, да, да, да. Понятно, в общем. Если мне ХП хватит... То победим. Так, закапывается, опять появляется нора. Надо уворачиваться от ракет. Блин, я думал, я приму её и будет щит у меня в этот момент. Это я её убил, что ли? Чё? Чё у меня подкинула? Так, она опять это сделала. Так, давайте я дам ульту сюда ещё. У Леона как-будто все её заклинания вообще юзлсные. Щиток я просто спамлю, потому что, ну, он хоть что-то даёт. А ульта вообще, ну, комминс, плохая. Сейчас я её медленно убиваю. Надеюсь, у него второй стадии нет какой-нибудь зеленрейджа. А, она может меня подкинуть, когда я её ударяю. Больно, не понял, не понял. Сейчас мы ловлапнемся. Да, только брать нечего. Наверное, броню возьму, раз уж мы с боссом воюем. Ой. Воу-воу-воу-воу, чё так много? Наверное, потому что у него уже хп не осталось. Я считаю, на боссе не должно быть ловлапа. Ладно. Супер-ракета наносящая 200 урона. Ой, да вы издеваетесь. А, и всё равно выбежал лов. Ну всё, это последние твои часы. Рексай, это последние твои часы. Ай, не, да вы издевал. Не получилось, ребят. Хотя у него всё равно хп отнимается, посмотрите. Непонятно почему. Ну. Еееей. Ммм. 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 Прикольный эффект. Но у нас такой эффект будет, скорее всего, тоже. Ммм. Ммм. Складной район зачищен. Ммм. Серафина. Боевой голубь. Специализация. БГ-01. С русским языком пока проблема. Они ещё не сделали толкным перевод. Так. Ну, я так понимаю, у нас появилось новое. Какую-то хрень получили. Ещё какую-то хрень получили. Ещё какую-то хрень получили. О, золото можно скелить теперь. Это чтобы грейдиться. Реварды, реварды, реварды. Сколько я хорош, ребят. Ааааааааа! Блин, ну вы, конечно, райиты молодцы. Это, оказывается, всё один большой район. Вот этот вот кусочек. Это где мы сейчас были. А я думал, это вот и есть весь кусочек. А теперь вот я здесь. Но это вообще непонятно, что мы здесь, а не здесь. Сереньким бы нарисовали. Так, а что... А, здесь сложности ещё можно выбирать. Пока не могу. Так. И нам не дали нового персонажа. Но улучшение дали, да? Да. Ускорение умений есть теперь. И опыт еще есть. Но опыт звучит как обязательная тема, которую надо брать. Потому что чем... Все. Сколько у меня? А, 800. Чем больше опыта ты зарабатываешь, тем легче дальше играть. Блин, мне двух монеток не хватает. А регенку взять? Я хочу реген. Это, мне кажется, не очень хороший параметр. Так. Ну, давайте на Леоне дальше и попробуем. Следующую карту посмотрим. Кооператив в этом режиме будет. Это, ну, наверное, не единственный, конечно, но один из таких крупных плюсов этой игры. Так. Пора поставить нормальную музыку, ребят. Все. Теперь ставим нормальную музыку. Блин, карта теперь какая-то вообще странная. Посмотрите. Просто открытое поле, блин. Как будто было лень рисовать. Давай открытое поле нарисуем, что ли. Ну, перебосмотрим, что там. А где здесь активности? Там была по центру хилка большая всегда. А, вот активности, походу. Ну-ка, давайте зайдем. Недостаточной энергии в топливные ячейки. Транзит последнего города периодически сквозь врагов проезжает поезд. Открытое скелетце. Ну, давай возьмем, посмотрим. А-а-а. Это так будет выглядеть. Вот такое себе. Еще один от критического урона. Еще один от критического урона. Или... А, не, это просто может наносить критический урон, пишет. Это не означает, что это оружие будет так скелиться. Не, ну поезд это кринч какой-то. Поезд это, конечно, полное говно, ребят. Но будем брать его. От чего поезд скелется? От урона скелется поезд. Так, мне, видимо, где-то топливо найти. Поговорить с Юми. Юх, как она далеко от... Как она далеко? Че, опять чеснок брать? Ну, по лыке я тоже на чеснок снова брать. Все, ребят, пошел, Музон. Ээээ, кара справляются. Я еще не дошел Дайте дойти Один игрок должен достичь точки назначения А, там время идет, я понял Я достиг точки назначения А, я вас понял Я не достиг еще точки назначения Ой, тут еще какие-то мужики будут мешать мне Геншин импакт пошел, ребят Это единственное задание в Геншин импакт, которое меня раздражали Что не в курсе Я реально бесился от этих заданий Вы получаете прибавки, ребят Здесь какой-то бонус адовый Какой-то неудачный бонус Какая-то странная аугментация Из ДФТ О, это топливо, видимо, да? Ладно, в этой карте они больше подумали О интересностях для игрока Но интересности тоже должны быть интересны Куда я кинул ракету? Как это так не скликнуть? Да как? Так Тихо Сейчас, еще раз Вообще, что-то, как-то меня очень быстро убил Ну, потому что я не стоял на месте Я бегал, не поднимал эти опыты Опыты надо поднимать О, ну мне Юми что-то дали Че-то Юми дали Так, у меня бабки появились Я могу еще увеличить Хотя максимальный запас здоровья увеличить Кстати, опыт я вроде сделал Чтоб я больше зарабатывал А где золото? Мне же скажут, что золото дадут Достигните цель Я же вроде достиг Я думал, я вот это смогу прокачать Там будет больше получаемое золото Ладно Че, персонажа сменить? Непонятно как Непонятно как, ребят Так, поезд и берем Это плохая вещь Так, ребят У меня персонаж не хотел двигаться Да, проблема, что здесь хилок нет в этом Я понял, почему мы проиграли эту локацию Здесь нет хилок вообще Вот, давайте регенку возьмем И стоим на центр Чтоб знать, куда она с Юми отправит Так, раню Да куда ты стреляешь? Вот же, сверху Что она делает, ребят? Я просто не могу О, Тибирс Я возьму Тибирса Хе-хе-хе Бум А, да, Юми в разных местах появляется Как я и думал Тибирс за мной Какой-то член появился на ножках, ребят Где у меня Тибирс умер или что? Куда он делся Хочу сундуки собрать Я буду более лжать в сундуки Прямо время идет Надо пойти подобрать Ну да, это просто аугументация какая-то рандомная Достается постоянно О! А еще есть машина здесь, ребят It's a car! И что она делает? Непонятно, что она делает Я не говорю, что я даже урон наношу Все Сломалась машина Медведя убил Так, я взял топливо Куда мне было сдавать надо было Походу сюда надо было сдавать, да? Пушка заряжена Что она делает? Неплохо Я понял, это фреала, ребят Ау Да, ну теперь я здесь обречен стоять Эй, он как-то переобидится Кипец, мобы подошли и сбили меня Блин, пять поезда их Не буду брать Я против поезда Или нет, погоди Пушка походу стреляет там, где я нахожусь просто Ну-ка Да, она может и сюда стрелять тоже Пушка израсходовала энергию Понял вас Это был временный пуш Да, но Пилок очень сильно не хватает Хилок очень сильно не хватает О Спасибо А, музыка громкая Я знаю почему Это мы же вчера Фильм смотрели Вот, вот так вот У меня баланс звука был поменен Все, поправил Должно быть нормально теперь Так, еще что-то здесь дают Что, дали? Непонятно, что дали Щит, походу, дали А, походу, щит не дали Блин, эти члены на ногах реально мешают, ребят У них такие широкие еще выстрелы Это просто жесть Тут такие projectiles я им сделал огромные Так, пушка, помоги нам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пушки сюда стреляй ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ээээм... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доступно задание Юми Пипец, ты далеко, Юми, находишься. Нас тут сожрали, походу. Птеродактили какие-то слишком быстрые. Как до Юми добраться? Да это что такое? Ясно, он еще и стреляет дико быстро. Что надо сделать? Катите, колобок. Там лежит вот такая штука. Катите, колобок. Куда катить не сказали. Ваша область поражения меняется в пределах от 0.2 до 0.6. Продолжительность увеличения на 60%. Не знаю, что это, но я возьму. Прям меня этот мелкий убивает. Там какая-то карточка еще снизу выпала, я ее не взял. Новый появился. Че такой быстрый? Еще и ноктюрный вместе с ним. Хилка! Эээ, прижаться. О, да, че там выпало. Надо поднять. Ой, может этих успею убить? Меня откинули. Так, еще чуть-чуть. У меня появится одно оружие загрейзенное. Вообще надо к пушке бежать. О, все. Одно оружие мы загрейзили. Правда, я не уверен, что это особо помогает. Я бы даже сказал, что это вообще не помогло, да? Чувак, который монеты давал. Так сказать, на перспективу. С него даже тысячи не выпало. Вот видите, я уже одной рукой играю, потому что, ну, скучновато. В смысле, оно тяжело, но оно тяжело не из-за этого, из-за того, что урона не хватает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Должно быть у соперника больше урона, и больше от моей механики должно зависеть все. Так, какой-то из этих загрейдится скоро. Отлично. Ха-ха-ха. Так, надо до пушки дойти. Все, стало полегче, ребят. Больше стало похоже на ту самую игру. Вампирскую. Наверное, броню лучше повысить. Или подождите, здесь пятый уровень уже у регенерации. У меня еще Тиберс неплохо так прокачал. Забавно, что прямо здесь же. О, у меня два медведя теперь. Самуны тащит. Сейчас, конечно, опять Юми дадут задание. Этот режим на ПБЕ сейчас только свободен. И доступен. Через три недели будет в клиенте. Если у тебя есть аккаунт ПБЕ, тогда ты сможешь запустить. У меня-то, как у партнера Riot Games и есть аккаунт ПБЕ сервера. Он в свое время всем давался бесплатно. Я просто сейчас не знаю, дается ли он сейчас бесплатно. Аккаунт ПБЕ сервера. Так, ну все. Это, походу, выигранный трай. Блин, когда прокачиваешь оружие, настолько легче становится играть. У меня медведь левелапнутый, ребят. Левелапнутый мишка. А, ну это все равно два медведя. Я думал, будет большой медведь или что-нибудь другое. Нет, три медведя. Все, мужики за меня сражаются, ребят. Я, сильная независимая женщина, заставила сражаться мужиков за меня. Ой, опять Юми задание. Надо идти. Даже два ПБЕ аккаунта? Ну вот, видишь. Можешь с двух аккаунтах качать. Не, их когда-то просто бесплатно всем раздавали. Райты были заинтересованы. Потом они вроде перестали раздавать. Сейчас не знаю, можно ли вообще его получить. О, я еще здесь, кстати, давно не был. Она какой-то временный баф мне дает, видите? Мне нравится, как она это сделана, как тотем. Типа подходишь, дожидаешься круга, и после этого получаешь баф. Мы, скорее всего, это так же сделаем. Уничтожьте все появившиеся вазы. А, это типа шутка, что Юми котик, который роняет вазы. Так, где мои медведи? Мужики! Так, какая база здесь? Еще одна появилась? Где-то база, ребят, я ее не вижу. Значит, у меня урона стало меньше. Радиус подбора уменьшается на 80. Раз в 60 секунд вы притягиваете все выпавшие предметы. Раз в 60 секунд. Вы теряете 30 секунд и наносите больше урона. Давай. Давай вот это. Это мне больше нравится. Я не успел, походу, все вазы уничтожить, да? Ну, если там такая же тема будет сейчас на пятом, на 15 минуте. Да что такое? Чего это так много? Жесть, ребят. Я думаю, надо добраться дотуда. Да, дотуда еще попробуй доберись. Вот досюда я имел в виду. Это я же плюс 60% урона взял себе. А урона как будто нет. Еще и всякое говно в меня летит постоянно. Чуть-чуть почистили, но только за счет пушки. Только за счет пушки это получилось. Надо быстрее собрать все плюшки. Может, ловелапнусь? Нет, меня затянули в отношении. Так, что-то будет сейчас происходить. Кто это? А, это Брайер? Че она делает? Вообще. Почему она красная? У меня заклинания красные. И ее заклинания красные. Рай, ты, блин. Ни хрена непонятно, что происходит на карте. Ой. Испуган. Ладно, не сильно я испугался. Но я понял, как это доджит. Отстань от меня. Типа надо... Блин. Я понял, как это доджит, но не задоджил. Там надо просто на углу стоять. Одного из заклинаний. Что происходит, ребят? Я даже Брайер не вижу теперь. Она, по-моему, во мне, да? Вот, типа. Блин, это что такое? А, на самом деле, вообще она ноль урона наносит. По сравнению с последней волной, которая была у компьютера, она вообще нулевая. Это плохой баланс, ребят. Да. Нет, это толкнулось все равно. Ну, типа, эти штуки даже урон не наносят. Я могу, походу, просто стоять, ребят. Ничего не доджить. А-а-а. Не, это что? Короче, медведь ее заэтовал. Ну, вы поняли. Я понял, в чем проблема. За этим полем наносится урон. И она меня выталкивает постоянно туда. Но проблема в том, что у меня есть медведь, который ее просто избил. И все. И все. И все. И как бы изявая пройдена. Через медведя проходите эту локу легко. Ну, наверное, поезд тоже помог бы. Потому что поезд, он тоже бьет. Ему плевать на происходящее. Да, ну денег у нас как не было, так и нет. А я хочу, что урон как-то приподнять. Сколько у нас? 1400. Ну, у нас радиус подбора появился. Но это я не хочу. Продолжительное действие эффекта оружия. Нет. Я бы опыт еще взял. И, походу, я сломал игру. Так. Новая карта. Подземная лаборатория. Лаборатория. Пойдем. У нас Браер появился. У нас есть Леона. Проверенный билд. Ну, ладно. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Я уж подумал, мы далеко. Переходит состояние кровавого бешенства. Она получает меньше, лечится. Ничего не понял. Так. Ну, в лаборатории какие-то креогенные лампы стоят. Пойдем к ним. Как лагает на этой карте. Жесть. Ну, честно, она от Леона не сильно отличается пока что. Тоже бьет просто перед собой. А, вон. У нее есть свое собственное. Ладно, давайте возьмем это. Это продолжительность была, да? Так, а куда? А, вот. И че? Просто всех заморозил, пацаны. А, я не управляю ей. Приготовиться к заданию. Ладно, пойдем. Жри ее. Сейчас, Юми, дойду до тебя. Пиум, 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 пиум. А где Юми? Погодите. А, она еще не появилась просто. Вы должны достичь точки. Окей. Типец лагает, видите? Но это только эта карта так лагает. Погибая враги, она иногда оставляет после нескольких золотых монет. Вот это возьму. Я сейчас потеряю скорость, зато потом буду гораздо быстрее бегать. Пять уровней, и я буду бегать быстрее. Иди сюда, на. Жри его. Ну, это опасно, короче. Она сама себя может убить. Лучше, короче, заморозку использовать, и потом это. Он там еще что-то стоит. Не, поезд я не беру. Поезд давно. Динам. Тип-то. Ну. Поехали кушать! Так, а что даёт моя ульта? Кстати, кстати, погодите, стойте, стойте с музыкой. Я хочу послушать, а здесь музыка-то появилась другая? Это же другая локация по логике. А, то же самое, только я ещё ракету пускаю. Вот можете сравнить музыку Riot Games. Вот сейчас играет музыка Riot Games. Но они реально не поняли, что такая мелодия здесь не нужна. Хотя вот конкретно эта не так плохая. Опыт. Слушай, это тема, кстати, я это услышал же. Это мелодия... А, это мелодия Briar, по-моему, да? Поехали, жратик! Вы призываете дрон модели Yumi, который наносит урон врагам, подбрасывая их. Это отдельный навык, радиус подбора. Понял. А, вон дрон летает, да. Так, чё у нас? Максимальный запас здоровья. А, окей. Нам пора как бы навыки прокачивать. Потому что уже пятая минута, а мы всё ещё без... Без ультимативки. Ой-ой-ой. И походу вообще пофиг, да? На, Yumi походу вообще пофиг, ребят. Ой, Yumi. Хе-хе, Briar. Ой, я просто тебя пылесошу. Хе-хе-хе. 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 Давайте все сундуки соберём на карте, ребят. Лагает, конечно, знатненько. Ну, я думаю, они это оптимизируют. Ой-ой-ой. Я что-то вляпался, пока бегал. Нет-нет-нет-нет-нет. Она хочет на бомбочки бежать, а я не хочу. Да, я походу взял скорость передвижения взял. Из-за скорости передвижения столько ошибок сейчас выдаётся. Сейчас. Оу! Надо даю мне добежать. Так, чеснок почти ловлапнулся. Что надо делать? Катите мяч в область. Какую область? А-а-а, понял. Сначала мне надо победить. Блин. Не так легко катить-то. Ай, не успел. Блин, ну это очень далеко было на самом деле. Вот сюда надо было притащить. Допер пока сообразишь, а там всего 15 секунд давало. Тут по ощущениям это секунд 40 надо делать. Какие-то новые враги появились, которые начали что-то больное делать мне. Пятый. Мячики эти ловлю по КД. Я взял это, но я не знаю, выживаю сейчас или нет. Мне бы где-то хп-шечку сейчас взять. Вот здесь, например. Нет. Так, у меня два суперудара стало. Может, отрегеним все. Отрегенились. Ну, скорее, неумение возьму. Я же его уменьшал себе в этом. Пипец, мы там чудом спаслись. Видели? Чатик, вы просто выжили на лалахуцах. Типичная Брайер. Так, что у нас? Десятая минута, да, только? Продолжительность. Это на ВТ тут тратится. Скорее, неумение радиуса подбора. Давайте пушку дальше погрейдим. Десятая минута, да, иумение радиуса подбора. Оценил уже по десятибалльной системе? Нет, еще не оценил. А, хотел чуть больше пройти, посмотреть, что у них здесь есть еще. Но пока еще не оценил. Нет. О, тут еще какие-то здоровяки появились, здоровяки. Ты куда пошла? Ждем отката и пытаемся за счет этого заклинания победить их. Вы стреляете вдвое быстрее. Плохой бонус урвали. Нет, я нажимал Ешку. Она не успела прыгнуть. Ну, Юми как... Ой, Юми. Что еще Юми ее называю? Брайерка какая-то странная, если честно. Карта вот эта не сильно отличается от предыдущих. То есть у нас есть первая карта, которая больше классическая, такой вариант. Да? Вампайр сурвайвала. Вторая карта совершенно другая. Вот, совершенно другая. Куча постоянно надо всего делать, бегать, постоянно по карте тебя заставляет и так далее. Дальше непонятно, что еще за две карты будут. Но я к чему это веду? К тому, что вот эти две карты, они не сильно отличаются друг от друга. Только здесь у тебя пушка была, а здесь у тебя замедляшки есть. Кое из чемпионов самый сильный? Да, сложно сказать. Во-первых, нам всех не открыли до сих пор. И я так понимаю, они разблокируются только за прохождение уровня дальше. И пока выглядит так, что вот Леона сильнее все же и лавой. Мне так показалось. Эти два просто бездарные мусор какой-то. Вообще непонятно, как им играть. Ну, серьезно, я вообще не представляю, как им играть. У них нет урона, у них нет ни особых обилок. Просто какие-то парашные. Там, если у Серафина есть еще хотя бы заклинание ускорения, там можно какие-то билды найти через щиток и ускорение. Тут Джинс вообще не представляю, как их отыгрывать. Пробовал Nordic Ashes. На стриме мы ее не играли. Я ее так посмотрел просто у стримеров. Не увидел я прям такого что-то сверхъестественного в ней. А, можно выводы сделать? Пойдем опять сделаем выводы, как мы обычно делаем. Давайте ради прикола даже на этом, на моей табличке это напишем. Как она называется у них? Swarm, да? Swarm League Legends 3. Ой, у нас там сверху не те еще таблички. Там мы вчера кино смотрели. И захват экрана не сработал. Пойдем расставим баллы, ребят. В игре не было кикстартина. Riot Games. Сколько весит? Не знаю. Мы два часа поиграли. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Первое впечатление? Ну, если честно, первая карта какая-то унылая, скучная. Я бы поставил не выше пяти баллов за первое впечатление. Потому что я все это уже видел. Более того, когда ты не даешь управления вообще ни над одним персонажем. И еще ставишь таких унылых первых персонажей. Но это совсем скучно. То есть за Леону, за Илоой, даже за Брайер было бы поинтереснее играть. Думаю, остальные персонажи еще интереснее. А эти первые два? Типа ты просто ждешь, пока из тебя вылетит Projectile. И он такой медленный, еще такой унылый. Не музыка, а полное говно. То есть это сразу мимо. Реиграбельность. Ну, я, честно, ее не особо почувствовал. Потому что как будто у них ограниченное количество оружия. Может быть, я что-то не знаю. Но выглядело именно так. Можно как-то оружие здесь посмотреть, какие цели? Просто цели есть. Ну, это типа ачивки и все. Просто мне показалось, что всего видов оружия 10 штук. Вот, по моим ощущениям. Из которых реально играть можно только 4. Остальные, это вообще не понимаю, для кого они сделаны. Они, ну, плохо. Поэтому реиграбельности я не вижу. У тебя либо персонаж с хорошей обилкой, либо просто параша. И все, как бы. Где реиграбельность? В чем она состоит? Ну, то есть там некоторые виды... Ну, возможно, там будет дальше подниматься. Потому что, видите, нам поезд дали же. Поезда до этого не было. Вот его дали. Потом еще что-то наверняка дадут. Ну, давайте за реиграбельность я... Да нет, 6 не могу поставить. 5. Графика... Ну, это Лига Легендс. Графика... Мне не нравится, что моментами там все сливалось в один экран. Опять же, обилки мои должны быть моего цвета. Обилки противника должны быть его цвета. Если вы бы выбрали контраст цвета для соперника фиолетовый с красным. Ну, типа Void. Все, молодцы. Так и оставляйте все. Ни одна моя обилка не должна быть фиолетово-красной. Если хоть одна моя обилка становится фиолетово-красной, начинается какафония. А там есть два вида оружия, которые фиолетово-красным тоже стреляют. Ну, и зачем вы это сделали? Что, синего цвета нет в игре? Все, закончились краски синие. Это мне не понравилось. Поэтому выше 6 я поставить за это не могу. Музыка, ну, мое почтение, ребята. Такую пора, что я давно не слышал. Причем, еще раз говорю, бесплатные игры, бесплатные. Vampire Survival бесплатная. Holacure бесплатная. Они тратили деньги, или сами там композиторов нанимали, или композиторы сами присоединились к ним. И писали музыку для каждой локации. Отдельно для боссов. Отдельно для мобов иногда даже. Ну, имеется не мобов, а этих мини-боссов. Отдельно для даже персонажей. Riot Games. Многомиллионная компания. Они смогли для пяти локаций написать пять нормальных мелодий, которые проверили бы на аудитории и спросили, как вам музыка. Те бы сказали, это говно, извини, чувак. Ну, возможно, все так боятся Riot, там сказать, что это говно. И Riot, типа, проверили. А там всякие бета-тестеры у них, как там эти, Профессор Акали, что там, TF Blade какой? Нет, TF Blade вряд ли. Ну, вы поняли. Стримеры, которые боятся, что их выгонят из Riot Games партнера этого, они боятся сказать, ребята, ну вообще-то эту музыку... Просто открываете вот десктоп, на десктопе у вас мусорка лежит, вот туда это выкидываете. И новую пишите музыку, потому что, ну, нельзя... Ну, что вы делаете? Ну, это же Bullet Hell игра. Вообще, Bullet Hell музыку слушали хоть раз? Bullet Hell означает, что в тебя лечит куча заклинаний, и должен быть определенный ритм музыки. Хорошо, можно разгоняющийся сделать. То есть, вначале может быть спокойно, потом разгоняющийся. Какого хрена играет какой-то оркестр у меня на заднем фоне? Не оркестр в стиле Final Fantasy, батальный оркестр, который этот набой у Ямацию писал. А какая-то херня. Ну, мне это очень понравилось. UI управление. Ну, все, в общем-то, понятно. А здесь все понятно. За это я могу поставить восьмерочку спокойно. Управление чувствуется. Мне чуть-чуть не хватало подкидывания вот этих вот. Как-то ощущение, что в тебя что-то прилетело. Вот этого немножко не хватало. И пару раз я не совсем понимал, почему ноктюрные вот эти заклинания, они меня задевали. Или наоборот, не задевали. Но это, возможно, из-за пинга. Стоимость здесь, конечно, они молодцы. Это бесплатная игра. Штраф за баги мы вроде ни одного не поймали. Ну, и что у нас осталось? Геймдизайн. Ну, тут сложно. Мне не нравится... Что персонажи как-то очень долго... Хотя... Учитывая, что здесь всего 9 персонажей, мы отыграли 2 часа и открыли уже 5. Улучшение зайчики уберутся. Не, вполне нормально. Я сейчас так задумался об этом. Не, вполне нормально, ребят. Продолжительность действия даров боевой зайчики миссфортуны. Понял. Это то, что она там стоит, как памятник. Не, нормально. Тут еще в коопе. В коопе тоже будут какие-то интересные фишки. Да, за геймдизайн можно 8 поставить. Ну и вот, давайте, смотрите, только какой получился. Ну да, примерно так я и думал. Где-то 6-6,5 баллов. Выше поставить не могу, потому что, ну, они упустили это, они упустили вот этот показатель. Они плохую презентацию сделали. Почему презентации нет? Потому что, ну, хоть какой-нибудь, не знаю, мини-текст напишите. Типа, что мы там делаем? Как мы туда попали? Что это такое? Ну, может быть, людям сейчас это не нужно. Мне так кажется, но мне это нужно. Ну и по поводу графики, я надеюсь, это поправить. То есть, исправить вот это вряд ли они уже будут. Это с ними все понятно. Это тоже вряд ли они будут. А вот это вот вещи они могут поправить. Это элементарно частицы, которые вылетают, надо другого цвета сделать и все. Потому что вы помните этого босса, Брайерка, которая была, да? Она кидает заклинание. Вот эти вот вылетающие кинжалы ее. Дает свою ульту. Я нахожусь на красном поле. Красным цветом подсвечивается, куда она будет кастовать заклинание. И у меня еще заклинание, которое красное вокруг меня крутится. Оно у меня красное. И все, я нихрена не вижу. Это я не вижу, ребят. А я не дальтоник. А представьте же людей, которые страдают дальтонизмом. Что с ними будет там происходить? Они вообще не будут видеть заклинание. У них там все сольется в одно воедино. Это, конечно, печально. Ну, это можно исправить. Но я думаю, нужно, чтобы Райты сами поиграли в игру. Мне это и не нравится. Мне кажется, что они как будто не играли в нее. Может, играли. Посмотрим. Так, я могу сказать, ну, хорошая, добротная мини-игра. Которую с друзьями можно будет поиграть. Обязательно поиграем. Дальше я, наверное, сейчас проходить не буду. Ввиду того, что мы уже достаточно выяснили. А потом я буду лучше со зрителями проходить. Лучше будет. И интереснее. Пройдем ее полностью со зрителями. Через три недели, когда она выйдет. Вот так вот сделаем. Да, наверное, так сделаем. Здесь еще, видите, дальше сложности будут. Это вот первая сложность сюжет. Они ее назвали. Сюжет настолько, что у тебя палец начинает болеть от постоянных уворотов. От заклинаний. Что же там дальше будет, да? Но там обычно это все балансируется тем, что ты вот эти вот вкачиваешь очки. И все больше, больше, больше получаешь. Бонусов. И потом у тебя прокачанный персонаж максимально. Ну, так игра, наверное, где-то пройдется за восемь часов. По моим ощущениям. Из того, что я сейчас увидел. Но тоже приятное времяпрепровождение.